Всем привет! Мастерская слонная компания. Я Вячеслав приветствую вас. У нас продолжается акция завершения 2022 года. Вчера извиняюсь за такой эмоциональный ролик. Не много. Я даже, видать, по стоимости не то сказал. Показывал ножи, а думал об ответе. Прошу прощения. Цена 10.400 со скидкой 22%. Там 8-12 рублей получается. Ну уж 12 рублей округляем. Что там 12 рублей? Поэтому я сказал 8-100. Ну, а эмоциональный ролик вчера получился по причине... Ну, пришел вчера на работу. Иван говорит, видели комментарий от Ордынца? Вот. Я прочитал. И первое, что мне вот про роста пришло, это я написал в своем комментарии первое предложение. Вот. Что это полное вранье. Вот. Потом я вчера узнал, что, оказывается, за несколько дней до этого Паша делал ролик в то, ну, скажем так, в мою поддержку, то, что не надо деньги возвращать. Но я вчера ролик снимал. Не потом. Я не знал про этот видео. Я до сих пор его не видел, в принципе. И нет времени его посмотреть. Вот. Я писал по комментарию. В комментарии еще раз читаю. И мы сейчас просто закончим эту тему, и все. Я просто... Тем людям, кто говорит, что я не понял Пашу Ордынца, и он на моей стороне. Вот. Комментарий. Вышел на меня хозяин этой финки. Предоставил мне все факты по переписке. Оказывается, вы, Вячеслав, еще до видео предложили вернуть ему деньги. А в ролике говорите наоборот. Интересная петрушка получается. Тут я ничего показывать не буду, но в своем ролике покажу настоящую переписку, как все на самом деле было. Так что, я так понимаю, после его ролика ему позвонил этот горе-клиент. И, ну, скажем так, мягко скажем, он его тоже обманул. Вот и все. И... Да меня вообще возмутило то, что кто-то сует нос в наши с вами... То есть отношения... В мои отношения со своими клиентами. Не надо, Павел, совать нос в чужие дела. Это вот я вам серьезно говорю. Мне шестой десяток лет. И есть какой-то опыт. И занимайтесь своим делом. И не надо совать нос в чужие дела. Если, например, я работаю, мне некогда отслеживать чужие каналы. Некогда отслеживать какие-то косяки в других компаниях. Обсуждать. У меня просто на этом нет времени и нет желания. Так что занимайтесь своим делом. И меня возмутило то, что кто-то тут, скажем так, компромат на меня хочет выставить. И ладно бы компромат был по делу. А компромат ложный. Поэтому вчера был такой вот ролик. Я, кстати, думаю, что я прав в этом. Ну и жду объяснений по этому комментарию от этого Паши Ордынца. Пускай он... Вы тоже подписчики многие его. Пускай он эту ситуацию тогда дальше разруливает. Пускай он показывает, что я не прав. Или пускай он показывает, что тот клиент его тоже обманул. То есть, если уж ты начал, влез в это дело, то давай. Точку ставить надо в этом деле. Точку. Все, я точку в этом деле поставил. Больше не возвращаемся. Давайте по ножам. Акция продолжается. Акция будет до конца года. Я буду показывать по мере возможности. Каждый день постараюсь. Ну, кроме субботы и воскресенья, конечно, показывать ножи, которые идут по акции. Там спрашивают эти якуты, входят в эту акцию. Ну, я не буду больше по ним ролик снимать. Давайте так вот заочно скажем, что да, якуты тоже входят в эту акцию, которую я показывал несколько дней назад. Там что-то куплено, но... Давайте, будет акция тоже по этим якутам. Их показывать не буду. Давайте, модель S2 сегодня. Ну, это классический нож. Ничего тут лишнего, ничего такого. Да, еще скажу. Там пишут и раньше писали, что я создал прецедент. И попрут такие клиенты. Да, я создал прецедент. Я теперь понимаю. Вообще, я деньги отдал для того, чтобы времени нет на переписку, на эти все скандалы. Мне это было, ну, скажем так, если бы это много было таких, а один раз за сколько, за 15, за 20 лет. Я занимаюсь уже 25, наверное, лет занимаюсь этим. Ну, один раз за четверть века. Ну, хрен с ним, я решил, что эти деньги не стоят времени, потраченного на переписку. Вот. Но он тоже создал прецедент. Он не успокоился. И, соответственно, больше таких разговоров с клиентами не будет. Больше, то есть я, ну, больше, так скажем, не пойду на поводу у клиентов. Если вы сломали нож, значит, вы виноваты. Потому что нож использовался не целевое назначение. Потому что, ну, нельзя сломать нож, которым вы просто что-то там режете или чего. Мне вот сегодня прислали сообщение. Олег, я без обид, безо всего. Но, вот, произошла неприятность. То есть, ну, напополам сломался нож из М390. Так, что он нам делал? Вставил нож между позвонками поросенка и повернул вокруг своей оси. С небольшим усилием. Даже не на излом. Клинок сломался в двух местах. Вставить нож и повернуть. Ну, блин, нож не для этого предназначен. Извините меня. При твердости 62 единицы. И толщине клинка, ну, в районе, я не помню, сколько там. Ну, в районе 3 миллиметров. Между трех, наверное, и три с половиной. Где-то так. Ну, три-три с половиной. Ну, вы понимаете, что вы делаете? Просто нож не для этого предназначен. Если я не прав, я ни разу не разделывал так поросенка. И вообще поросенка не разделывал. Ну, кто разделывал, вот, напишите. По-моему, это не целевое использование ножа. Ну, больше, больше таких прецедентов. То есть я буду решать этот вопрос, но менять нож на новый, без доплат, без всего. И возвращать деньги я не буду. Так что этот прошлый инцидент меня научил многому на моем шестом десятке. Все, спасибо вам за комментарии. Я понял, что я был неправ, вернув деньги. Больше такого не приключится. Так что с такими вопросами ко мне не обращайтесь. Мы можем пойти на уступки с какой-то скидкой вам этот нож, ну, новый нож изготовить. Но не более того. Модель S2. Стабилизированный орех. Сталь Х12МФ. Цена 10.400 по прайсу 8.100. По акции, по новой акции, завершение 2022 года. Я сейчас тоже тороплюсь. 140 мм. Надо сейчас с двумя внуками в клинику в Нижний ехать. 140 мм. Пол девять часов, а время уже, блин. Пол девятого. 29 мм. Ширина. Толщина 3,6 мм. Они все одинаковые. Я один померяю. Так, 133,5 мм длина рукояти. Все они будут одинаковые. Да, в принципе, они все похожи. Чуть-чуть структура дерева отличается. Это первый нож. Это второй нож. Размеры одинаковые. Цена одинаковая. Это третий нож. Материалы одинаковые. Это четвертый нож. Пятый. И шестой. И шестой. Обращайтесь к Ивану. Я, как сказал, сейчас уеду в Нижний Новгород. Не знаю, сколько времени займет. Но внуки, внуки. Это главное. И правильно там кто-то написал, не буду читать. Правильно, что я, как руководитель, не могу себе позволить идти на убытки. Это на самом деле так. Поэтому, да, эти все вопросы закрыты. Единственное, мне интересно, теперь, если Ордынец сделает какой-то ролик, скиньте мне, пожалуйста. Мне интересно теперь, что он скажет. Подписка. Мне интересно вообще, какую подписку. Вот мне интересно, что ему прислал клиент. Что он такой правдолюб стал и наехал, скажем так, на самую честную мастерскую. Да я бы сказал, в мире. Это без преувеличения. Никогда не хвалю нас. Но на самом деле мы, наверное, самые честные. Даже лишку. Даже вот по этому лишку были. Так что мы маленечко по честности. Не по честности, а по гибкости мы съедем. Мы больше такой херней заниматься не будем. Разговариваем только по факту. Если человек захочет решить вопрос. По любому вопросу. То мы его решим. Если он не захочет решить вопрос. Значит, это его выбор. Всем удачи. Всем здоровья. Приобретайте нашу продукцию. Пользуйтесь сейчас акцией. Хорошие ножи. Я думаю, по хорошей цене. Всем удачи. Всем здоровья. Всем хорошего настроения. Ну и смотрите наши ролики. Больше скандалов у нас не будет. У нас канал не для этого. Что-то затянулось. Это все. До новых встреч.